На этом уроке мы продолжим наш разговор, связанный с одной из пород трехбуквенного глагола, а именно породой «фа'ля-я-фа'лю». Мы сказали, что если глагол приходит по этой породе, то он должен отвечать условию, что его вторая или третья корневые буквы должны быть одной из шести гортанных букв «хамзаха», «аинха» и «огойнха», например, «джама-я-джма» по породе «фа'ля-я-фа'лю». Значит наличие гортанной буквы во второй или третьей корневой букве является черт, т.е. условием для породы «фа'ля-я-фа'лю». Условием того, что форма прощедшего времени «фа'ля» будет иметь форму настоящего будущего времени по модели «я-фа'лю» с фатхой второй коренной буквы, так называемого «айна». «Значит наличие гортанные буквы в айне» или «ляме», т.е.: во второй или третьей коренной буквы, это шарт условие, а «огласовка» это вторая коренной буквы в Аль-Муда-Ра, т.е. форме настоящего будущего времени от такого глагола «фатха» это «мошрутинг», т.е. обусловленное. То есть фатха второй коренной буквы, глагола в аль-мударе обусловлена наличием гортанной буквы во второй или третьей буквы в форме глагола аль-мады. Джама'а яджма'у фа'аляяфулю. Если есть обусловленное, значит обязательно будет условие. Но это не значит, что если есть условие, обязательно будет обусловленное. Для большей ясности приведем в пример омовение и намаз. Так омовение это условие для намаза, значит омовение это условие, а намаз это обусловленное. То есть то, для чего омовение является условием и зависит от него. Значит если есть намаз, то обязательно должно быть омовение, которое предшествует намазу. Но это не значит, что если есть омовение, то обязательно будет намаз. Потому что человек просто может взять омовение, обновить омовение, например, не совершив при этом намаза. Но если он совершает намаз, то обязательно там будет омовение. Это и есть определение черта, условия. Значит, здесь мы можем сравнить наличие гортанной буквы во второй или третьей коренной буквы с амувенем, а огласовка второй коренной буквы в фатхе в форме аль-мудара с намазом. И так же, как намаз не бывает без амувени, так же и порода фа'лефаля не бывает без того, чтобы вторая или третья коренная буква являлась гортанной буквой. То есть, если есть намаз, есть амувени, если есть порода фа'лефаля с фатхой второй коренной буквы, то обязательно вторая или третья коренная буква будет гортанной буквой. Но так же, как наличие амуэни не означает, что человек сразу должен молиться, совершить намаз, так же и наличие гортанной буквы во второй или третьей коренной букве формы Аль-Мады не означает, что форма глагола Аль-Мударя будет по модели Яфалу, сфатая второй коренной буквы. То есть это означает, что если в форме Аль-Мады мы во второй или третьей коренной букве видим гортанную букву, то это не обязательно означает, что форма Аль-Мудуаря этого глагола будет по модели Яф-Алю с Фатхой второй коренной буквы. Так как у нас очень много глаголов, у которых в форме Аль-Мады, в форме прощающего времени есть гортанные буквы, однако, несмотря на это, форма Аль-Мудуаря, форма настоящего будущего времени, не приходит по модели Яф-Алю с Фатхой, а приходит по модели Яф-Алю с Касрой второй коренной буквы или по модели Яф-Алю с Домой второй коренной буквы. Мы видим, что глагол «раджа» в форме прошедшего времени, видим, что его «лам», т.е. его третья коренная буква, является гортанной буквой. Это буква «Айн» в данном глаголе. Но, несмотря на это, его «альмударя», т.е. его форма настоящего будущего времени, не приходит по модели «яфуалу». И мы не говорим «раджа» и «раджау», мы не говорим, а говорим «раджа» и «раджау» с косрой второй коренной буквы в форме «альмударя», что подтверждает сказанное нами правило, что если в форме «альмады» «Айн» или «лам» глагола, т.е. его вторая или третья коренная буква будет гортанной буквой, то это не означает обязательно, что его форма «альмударя», форма настоящего будущего времени, должна быть по модели «яфуалу», как мы здесь и видим. Приведем другие примеры, где наличие гортанной буквы во второй или третьей коренной букве не приводит к огласовке второй коренной буквы в «альмударе» «фатхай». Например, «накаха янкиху» с косрой в «альмударе» несмотря на наличие гортанной буквы. Также «дахаля ядхулю», «ахза яхузу», «баа ябью» «баа ябью» в «основе», «даа яд'у» в «даау яд'уу» в «основе». И таких примеров очень много. Проведенные глаголы очень известные глаголы, которые приводятся также и в Коране. Значит, можно сказать, что наличие гортанной буквы во второй или третьей коренной буквы трехбуквенного глагола приводит в большинстве случаев к тому, что его форма «альмударе» будет по модели «яфуалу». То есть в большинстве случаев – да, но не всегда, так как мы имеем много примеров того, что это не так. Если бы мы сказали, что это происходит всегда, то против нас могли бы привести все эти упомянутые, а также и другие примеры, где форма «альмударе» не приходит по модели «яфуалу», несмотря на наличие гортанной буквы. Это и есть правильное понимание этого правила, а не то, что некоторые думают, что если есть условия, то все, форма «альмударе» будет только по модели «яфуалу», потому что им нечего будет ответить на такие примеры, как «раджа аярджуу», «дахаля ядхулю» и т.д. где есть условие «шарт», т.е. гортанная буква, но нет обусловленного, т.е. «мочрут», т.е. «фатхи» второй коренной буквы нет в форме «альмударе». Значит, правило, которое гласит, что всякий глагол, у которого вторая коренная буква имеет огласовку «фатхи» и в «альмаде», и в «альмударе», т.е. и в форме прошедшего времени, и в форме настоящего будущего времени, у такого глагола обязательно его вторая или третья коренная буква будет гортанной, как «джама ая жмаа». Но не у каждого глагола, у которого вторая коренная или третья коренная буква является гортанной буквы, форма «альмударе» будет по модели «яфалю», с «фатхи» второй коренной буквы, так как много примеров тому, что это не так. Значит, это упомянутое нами правило, оно верно и помогает разгадать эту загадку, как мы видим в примере. В примере с «раджа аярджу», «дахаля адхулю» и т.д. Мы еще не закончили эту тему, поэтому продолжим ее. «На славяду» и съеморок. «Альхамду лила и Рабб العالمين